Все звезды российского шоу-бизнеса сегодня приехали в клуб, чтобы просто потанцевать. А знаете почему? Потому что в Москву приехал легендарный диджей Хардвелл. Никто не может удержаться от жарких танцев и даже я! Сегодня на самом деле Радио Рекорд устраивает знаковое мероприятие в гостях на Рекорд Крисмас. Диджей номер один планеты это Хардвелл. Очень-очень крутой гость и все в ожидании мясо. Можешь играть сразу после него? Да-да, сразу после Хардвелла мы играем. То есть можешь сказать, что он у тебя на разогреве, так получается? Мы на добивании скорее. Я электронную музыку не очень люблю, но как бы угореть можно в принципе. В клубах я бываю редко, но вот сегодня пришла, потому что было очень интересно посмотреть вообще, как это и что это. И честно говоря, буря эмоций, я поражена. Звезды тоже люди, им просто необходимо периодически отдыхать. Все это делают абсолютно по-разному. Кто-то улетает в теплые страны, а кто-то идет на вечеринке Радио Рекорд и отрывается там вместе с телеканалом Russian Music Box. Хорошее начало 2015 года. Сначала была группа «Братья Гримм», а теперь он один брат Гримм. Сам поет, сам играет и придумывает идеи для своих клипов тоже сам. Да, идеи клипа, в общем-то, это уже не первый раз у меня происходит. Отчасти предыдущие даже два клипа до клипа «Самая любимая музыка». Тоже я участвовал в создании сценариев, тоже я как бы правил сценарий и тому подобное. В этот раз и была вообще изначально моя идея. С таким креативным солистом неудивительно, что на концерте публику ожидали самые необычные сюрпризы. Например, специальная музыкальная игра от «Братьев Гримм». Наши концерты, это как правило, не только мы выступаем и поем, мы еще заставляем это делать публику. Она у нас тоже приходит на концерт, у них сегодня тоже выступление. Да, подготовлено, должна готовиться? Нет, это экспромт, у публики это всегда экспромт, а мы готовимся. Пусть и хорошо подготовились к концерту, и сейчас мы узнаем, как. Как нужно готовиться к концерту «Братьев Гримм»? Ну, отращивать, наверное, ресницы, волосы не надо отращивать. Пацаны, вот волосы отращивают, я не понимаю. А ресницы можно отращивать. Ребята, вы будете сегодня хлопать ресницами на концерте? Обязательно. Как-то и нет, но мы постараемся это делать. Огромное спасибо ребятам, что мы сегодня здесь появились. Мы Косте уже сказали спасибо. Да, мы их поддержим и попытаемся разогреться. Обязательно хлопнем. Да, обязательно хлопнем. Обязательно хлопнем, да, и толпу подготовим к их выступлению. Так что на концерте публика хлопала не только в ладоши, но и своими ресницами. От этого некоторые из гостей буквально взлетали со своих мест от положительных эмоций. Оно и понятно, ведь такие чудеса возможны только на выступлениях «Братьев Гримм». Михаил Турецкий впервые подарил новогодние подарки своим поклонникам. Несколько тысяч ценителей мужского вокала смогли насладиться так называемым спецпроектом – новогодним концертом. Целых два дня знаменитый хор создавал праздничное настроение в самом сердце столицы. Причем на второй день программу пришлось даже расширять. Я просто почувствовал, что людям сильно не хватило. Они не уходили. Я почувствовал себя виноватым перед аудиторией вчера. То есть смотрю, я говорю, дорогие друзья, конец программы, с Новым годом, желаю вам хорошо добраться до дома. Смотрю, люди не уходят, стоят и не уходят. Ну и вот, чтобы сегодня такого уже не было, надо немножко развить там некую тему творческую некоторыми песнями. Назвался груздем, полезай в кузов. Раз спецпроект новогодний, значит и программа должна быть соответствующая. И к этому маэстро подошел со всей ответственностью. Не успели зрители занять места согласно купленным билетам, как на сцене появились главные герои новогодней сказки. Расскажи мне лучше, где у нас. Расскажи, как милая, о том, где у нас. Касовую веково, Дед Мороз, пролито непалая, только снял. Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз, погоди. От любимого советского мультика до актуальной европейской классики знаменитых героев. Ну погоди, на сцене Кремля сменяет редчайший тенор Евразии. Простите, любые знамени, о счастье и мечтаю. Удивлять маэстро действительно умеет, и поющий женским голосом мужчины это далеко не предел. Вместе со своим хором турецкий спустился в метро. На это его вынудил транспортный коллапс в конце декабря. Как выяснилось, теперь Михаил будет гораздо чаще заглядывать в подземку. Можно сесть в центре, рядом интересные женщины. Мужчины говорят, турецкий, турецкий, можно с вами сфотографироваться. Ну то есть, нормально, да, да, да. На эскалаторе, особенно на эскалаторе, там, я говорю, да, да, я с вами, я вас люблю. Это было счастье. Маэстро заявил, что этим самым счастьем обязательно поделится со своими дочерями и покажет им московское метро. И кто знает, может быть, воодушевившись подземкой, турецкий сделает еще один тематический спецпроект. Не найдется такого человека, который не плакал бы под песню Селиндион из кинофильма «Титаник». Но мало кто знает, что этот легендарный саундтрек спродюсировал вот этот скромный и приветливый мужчина. Уолтер Афанасьев, обладатель двух статуэток Грэмми, композитор и продюсер, на этот раз посетил Россию в качестве жюри русской версии «Х-фактора». Молодые вокалисты в России совершенно не похожи на певцов из любой другой точки мира. Я очень сильно впечатлен. Из 45 человек, которых мы прослушали, не прошли в следующий тур только пятеро. И я абсолютно серьезно, это чересчур много. Слишком много хороших вокалистов у вас в России. У вас или у нас это еще нужно разобраться. Ведь Уолтер, он же Владимир Никитич Афанасьев, считает Россию своим вторым домом. А у музыки, как утверждает продюсер, и вовсе не может быть никакой географической принадлежности. Водушевленный этой идеей, Уолтер создал Академию Музыки Исина. Когда я был маленьким мальчиком, я мечтал попасть в группу «Битлз». Я тогда не говорил по-английски, родился в Бразилии. Мама и папа русские. И как тот русский пятилетний мальчик из Бразилии мог попасть в «Битлз»? Спустя 50 лет за плечами вся моя карьера. И до сих пор в Америке нет ни одного знаменитого русского певца. Это меня настолько взволновало, что я решил создать свою собственную школу артистов со всего мира в Лос-Анджелесе. У этого легендарного композитора действительно есть чему поучиться. Ведь он работал с такими артистами, как Барбара Стрейзанд, Уитни Хьюстон и Марайя Керри. При этом неотъемлемой частью своей музыки Уолтер считает русские корни. Я считаю, что потому что я немножко по-русскому так думаю, когда сочиняю там что-нибудь. И вот это все я слышу в моей музыке. Немножко по-другому, немножко я считаю красивее, но по-русскому, знаешь. Получается, что один из самых известных новогодних хитов Марайя Керри имеет русские корни. Там и колокольчики зленят, и снега много. Разве что нашего Деда Мороза нет. Что притягивает Деда Мороза больше всего? Правильно, елка. И чем больше елка, тем больше Дедов Морозов она притянет. В новогодние каникулы в Москве выступил самый большой в России хор из 60 Дедов Морозов. Специально для бородатых хористов была сооружена огромная восьмиметровая елка. Но не только мужчины вошли в число поющих волшебников. Как и подобает академическому хору, для полноты звучания ему требуются и мужские, и женские голоса. Мы международная команда, приехали из разных стран. Так вот в некоторых странах пост Деда Мороза занимают женщины. Это абсолютно нормально, у нас полное равноправие. И зовутся они, ну как, ну Бабушка Мороз, конечно же. Выходит, что ни один Дедушка Мороз на свете не может обойтись без теплой женской поддержки. Только путем совместных усилий им удалось создать такое волшебное представление. Новогодние праздники подходят к концу, ну а мы продолжаем дарить вам праздничное настроение. Верьте в чудеса, ведь и они имеют особенность сбываться. Со старым Новым Годом! Суперзвезда Сергей Зверев никогда не расстается с короной. На съемках нового клипа на совместную с диджей Нилом песню «Ты не будешь знать» хитмейкер Зверев опять в своем любимом головном уборе. Как и подобает настоящему королю, Сергей в первую очередь думает о своем народе. Мы решили, ну что бесить народ этими автомобилями роскошными, этими дворцами декораций, с чем нервы мотать. Думаю, ладно, вложимся в корону. Оно так, знаешь, оно как-то и не раздражает, и не бесит, и Новый Год все-таки скоро. Надо быть скромнее. В клипе король выбрал себе в королевы мисс конкурса «Российская красавица-2013» Юлию Сапельникову. Вместе с ним на съемках блистали участницы звездного балета «Даймондс Герл». Клип снял режиссер Максим Нестерович. Оператором стал Дмитрий Блюгля, сработавший с такими артистами, как «Мумитроль», группа «Центр» и «Би-2». Клип на песню «Ты не будешь знать» выйдет уже в ближайших числах этого месяца. И если у Сергея Зверева секретов перед своими поклонниками нет, то девушкам из группы «Фабрика» явно есть что скрывать. Совсем недавно трех прекрасных леди завершили съемки своего нового клипа на песню «Секрет». Десятый день мы сняли. Двадцатый. Да, двадцатый. Чуть-чуть разбегается. Я проспала десять дней, пока мы снимали, а девочки снимались. История о трех девушках, которые влюбились все в одного парня, а парень просто ими крутит, вертит, как ему нравится. С одной встречается, с другой встречается. Да, нам нравится, но в какой-то момент мы понимаем, что мы все втроем встречаемся с одним мальчиком и, в общем-то, устраиваем ему коварную месть. Но до конца поднимать завесу тайны сюжета девушки не стали. Еще бы, на то он и настоящий секрет. Но мы вам ничего не скажем. Они меня пытали, но я им ничего не сказала. Но все тайное рано или поздно становится явным, поэтому уже совсем скоро наши зрители увидят не только роскошный наряд и корону Сергея Зверева, но и узнают тот самый секрет, который так старательно скрывает фабрика. Еще днем в Сокольниках гремели конкурсы и соревнования, но с наступлением вечера пришло время отдохнуть на большой студенческой елке. Супер дискотека от Russian Music Box собрала под одной крышей простых студентов и звезд российского шоу-бизнеса. Многие из которых сами не так давно учились в институте. Марта, помнишь ли ты свои студенческие годы? Конечно помню, это было совсем недавно. На кого ты училась, если не секрет? Я училась на преподавателя музыки, потом я училась в Вышке на преподавателя музыки, и потом я училась еще на странжиазового артиста. Я учусь на антикризисного управляющего. Вот такие вот антикризисные управляющие на стране. Я специалист по социально-культурному сервису и туризму. Всем нам уже давно известно, что самое главное не то, что в дипломе написано, а то, что в голове и как это работает. И с этим невозможно не согласиться, ведь какой бы ни была работа, главное ее любить. Причем так же сильно, как любимые предметы в институте. Физкультура. Не, а мир любимый предмет пропускать. Называется пропускай пары. Ну, еще мне нравилась психология, педагогика, еще мне нравилась история. Сценический бой, всякие прыжки с переворотами, подворотами, в общем, ну, такие. Можешь мне урок дать по сцене движения? Ну, да, реально, кстати, сейчас будет удар, мне будет. Какой ужас! А вот настоящий удар для каждого студента – это, несомненно, сессия. И тут снова на помощь спешат наши артисты, ведь за их студенческую жизнь накопилось немало рецептов успешной сдачи экзаменов. Вся ночь последняя в вашем распоряжении. Если вы не воспользовались этим временем, значит, вы не сдадите сессию. Вышибаешь дверь с ноги, заходишь к педагогу и говоришь «Здравствуй, человек!» Конечно, и после этого их отчисляют. Ловить халява большая и малая, языкознание сдайте с пятого раза, пожалуйста, с пятого раза сдайте языкознание. Блинов, преподаватель, возьми у меня зачетку и поставь зачет, Господи! Конечно, опыт артистов заслуживает доверия. Вот только современные студенты настолько уверены в своих силах, что советы оказались им совсем ни к чему. Брать конспекты и учить. Бессонные ночи, только конспекты, только работа. И пока до сессии оставались считанные дни, беззаботные студенты отрывались под хиты любимых артистов. Ведь в Новый год исполняются самые заветные желания. А под большой студенческой елкой уже давно лежат зачетные книжки с пятерками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова